Прямо сейчас, в это самое время, в моем телеграм-канале проходит голосование о дальнейшей судьбе Луны Классик на моем канале. И именно ты, именно твой голос может стать решающим. Переходи по ссылке в описании и принимай участие в голосовании. Что же это за голосование? А у меня сейчас вопрос к сообществу. Как вы считаете, Луна Классик имеет перспективы в дальнейшем для роста или это говно и не стоит с ним связываться? То есть просто отдайте свой голос. Перспективная монета или какашка? В зависимости от того, какой вариант победит, в дальнейшем, если победит вариант, что это перспективная монета, я буду ежемесячно снимать видео и показывать, как здесь стейкинг развивается, какие новости и так далее. Но если победит вариант с какашкой, то мы забудем об этой монете и больше я не буду снимать видео о Луна Классик. Так что все в ваших руках, переходите по ссылке в описании в Телеграм и отдавайте свой голос. Ну а мы приступаем. В сегодняшнем видео я коротко, быстро пробежусь по Луна Классик, куплю ее на 15 USDT и отправлю в стейкинг. Но решать вам, это последнее видео о Луна Классик на моем канале или нет. Ну а мы приступаем. Что у нас сейчас по Луна Классик? Видим, что цена ее 0.001749. Дальше смотрим на глобальный график, допустим, за текущий год. Но он, конечно же, очень плохой. Надо смотреть вот примерно такой график. Вот. Вот у нас основной график. Но, в принципе, видим, что потихоньку-потихоньку Луна Классик восстанавливается. Дальше, что касается сжигания, то смотрите, за все время больше всех сожгли Binance. Они сожгли 20 миллиардов монет. Дальше же идет системное сжигание, разные команды и так далее. То есть Binance самый активный, скажем так, команда, сообщество, кто больше всех сжигает. Binance в дальнейшем также будет поддерживать данное сообщество, потому что все обновления, все, что связано с Луна Классик, Binance почему-то поддерживает. Есть у Binance свои интересы в Луна Классик, мне кажется. Потому что, если бы не было интересов, они бы давно уже забили болт огромный на эту монету. Но они не забивают, наоборот, еще и развивают. Так что задумайтесь. А дальше, что касается сжигания, то по дням. Смотрите, по дням мы видим, что с каждым днем Луны Классик становится все меньше и меньше. В среднем, видим, иногда сжигают 87 миллионов, иногда 28. Ну и в среднем я беру такой показатель. Примерно 40-50 миллионов монет Луна Классик сжигается ежедневно. Что, конечно же, в будущем даст свои плоды. Если бы сейчас сжигали по миллиарду, все бы, конечно, офигели от счастья. Но у нас такая реальность. Ежедневно сжигают примерно 50 миллионов. Так, давайте сейчас я на 15 USDT возьму Луну Классик. Я всегда беру по рынку, так же сделаем и сейчас. На 15 USDT у нас получается купить 85 тысяч Луны Классик. Нажимаем Buy Lung. Все, ордер успешно выполнен. Монетки на балансе. Сейчас эти монеты Луна Классик я буду переводить на свой баланс. И дальше я буду их отправлять в стейкинг. На данный момент имеется 1 650 000 Луна Классик. Сейчас будем пополнять баланс. Итак, баланс успешно пополнен. Видим, что на счету есть 84 900 Луна Классик. Сейчас я их отправлю в стейкинг. Но для начала я сниму награду, потому что видим, что есть у меня награды по стейкингу. И здесь практически 10 000 Луна Классик. Нажимаем сюда VizDrawl. Дальше сюда вводим пароль от своего кошелька. Транзакция успешно отправлена. И да, мы сразу видим, что на балансе уже есть 94 500 Луна Классик. И сейчас все вместе отправляем в стейкинг. Для этого переходим в раздел стейк. Дальше здесь нажимаю на свою сумму делегирования и нахожу своего валидатора. Вот, и дальше нажимаю снова кнопку делегировать. Сюда прописываем количество, которое и отправляем в стейкинг. Вводим пароль и подтверждаем транзакцию. Транзакция прошла успешно. И сейчас в разделе стейкинг мы видим, что в работе у нас 1 744 000 Луна Классик. И от этой суммы уже сейчас происходит стейкинг. Так что, ребят, вам решать, это было последнее видео о Луна Классик или все-таки мы с вами продолжим. Напоминаю, что сейчас проходит голосование у меня в Телеграм. Просто отдайте свой голос. Вы считаете Луна Классик достойным проектом или все-таки это какашка, о которой даже не стоит говорить. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok